В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. При первых же строчках в воздухе запахло Новым Годом. Люблю предпраздничное настроение, люблю этот праздник. Люблю покупать подарки, люблю украшать елочку. В далеком детстве мы одни из первых ставили елку. 25 декабря она была уже украшена. Обязательным условием было, елка должна быть большой, ее макушка упираться в потолок. Был даже особый ритуал по украшению игрушек. Игрушки развешивались в определенном порядке и в строгой последовательности. А в конце папа сгромождал на укороченную макушку пятиконечную звезду. Я давно уже выросла, а любовь к этому празднику осталась. И ни один Новый Год не проходит без новогоднего дерева. Сегодня этому и будет посвящен наш рассказ. Какие растения можно использовать в качестве новогоднего дерева. Неужели только наша европейская ель подойдет для этой цели? Если честно, то символом Нового Года может стать любое понравившееся вам растение. И это не должна быть ель или вообще хвойная. Наши предки когда-то наряжали березу, затем вишню. И только совсем недавно ель стала неотъемленным символом Нового Года. Пришел этот обычай к нам из Германии. Петр I еще тогда, в далеком XVIII веке, пытался проявить традицию украшать дома, дворы и улицы хвойными растениями. Указ Петра I гласил, По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным, каждому хотя бы по деревцу или ветки на вороты или над хроминую свою поставить. А стоять тому украшению января в первый день. Но этот обычай не прижился. Вплоть до Николая I про новогоднее дерево забыли. Но в середине XIX века про этот обычай вспомнили. Вспомнили благодаря немцам, жившим в России. Благодаря популярным сказкам «Щелкунчик» и «Повелитель Блох». Начиная с того периода новогоднее дерево стало плотно ассоциироваться с Рождеством и Новым Годом. Был небольшой период после революции. Тогда наряжать елку считалось пережитком царского режима. Но в 1935 году эту традицию вернули. И я надеюсь уже навсегда. Итак, что же посадить в качестве новогоднего дерева? Первое, что приходит на ум, это привычное нам с вами еле обыкновенное. Растущее в ближайшем лесочке или самосевом выросшее у вас на участке. Прекрасный выбор. Но чтобы ель не выросла по 20 метров и была правильной формы, вам придется ее все время формировать. Это несложно, но определенных навыков и времени от вас все-таки потребует. Для ленивых садоводов были выведены специальные сорта, которые отличаются медленным ростом и держат форму сами, не требуя особого вмешательства. Это виллзверк, пигбея, барри и многие-многие другие. Чем привлекательна для нас с вами ель европейская? Во-первых, это наш с вами абориген. Растение полностью зимостойко. Практически не подвергается солнечным ожогам, совсем не требовательно в уходе. Однако, очень часто взоры садоводов привлекают другие виды. Им хочется что-нибудь поинтереснее. Возможно, вам подойдет ель колючая. Помните кремлевские ели? Так вот, это она и есть. Сортов, подходящих на роль новогодней красавицы, немало. Это и хупси, сорт с самой яркой хвоей. Эдит, фатальберт, мангомеры и многие-многие другие. Но самая распространенная и доступная по цене – это ельглаука. Мы как-то с вами в одном из сюжетов рассказывали про нее. Ее вы всегда найдете в продаже. И она приятно вас удивит по цене. В отличие от той же самой хупси. Из ели невозможно еще не упомянуть сербскую. Несмотря на то, что в природе она занимает крайне узкий ареал, эта ель уже давно вышла за пределы своих природных границ и используется в качестве растений как для изгороди, так и для новогоднего дерева. Особенно она хороша во время ветреной погоды. Когда ветви поднимаются, видна светлая почти белая нижняя сторона иголки. В этот момент кажется, что ваша ель окутана с сизой дымкой. Ель канадская, а особенно ее известный сорт коники, увы, не всегда подходит для нашей цели. Во-первых, продаваемые сорта канадской ели медленно растущие и во взрослом состоянии не более двух метров. Нам с вами придется долго ждать, пока вокруг такой елочки можно будет водить коровод. А коника вдобавок ко всему сорт, который регулярно получает солнечные ожоги. Причем, чем старше растение, чем больше шансов сгореть на солнце. Если ель вам не нравится в качестве новогоднего дерева, то я бы обратила ваше внимание на пихты. На мой взгляд, лучшей породы найти сложно. В этом со мной согласны и жители Европы. Ведь именно пихты, а не ель, ставят на Рождество. В чем преимущество пихт перед елями? Ну, если не брать срезку. Во-первых, гораздо приятнее наряжать. У пихты хвоя тупая и не колючая, в отличие от ели. Во-вторых, пихта сама себя наряжает. У нее шишки не висят, а сидят словно свечки. Правда, не каждый год они сохраняются до зимы. Очень часто вызревают и осыпаются еще осенью. Но вид у пихты более нарядный, это точно. И видовое разнообразие ничем не меньше и не хуже, чем у ели. Есть пихта одноцветная, с очень длинной иголкой и голубоватым оттенком. Есть субальпийская, более компактная и аккуратная. Особенно прикрасим ее сорт компакта. А есть корейская. Вернее так, есть корейская и все остальные. Корейская пихта, на мой взгляд, вне конкуренции. Внешняя сторона хвоя темно-зеленая. Нижняя с белым восковым налетом. Шишки в период созревания фиолетовые. Устойчива как к болезням, так и к вредителям. Как все пихты выдерживают полутень. Надеюсь, мы были вам полезны. И с нашей помощью вы сможете выбрать свое, самое лучшее новогоднее дерево. С наступающим праздником! Субтитры создавал DimaTorzok